здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео вот хотел бы поделиться такой информацией как нужно можно как улучшить рацион свиноматок во время их супоростности скажем так допустим перед тем как поросят поросят я откармливал использовал всевозможные бмвд так как я специально брал свинок ну поросят девочек для того чтобы их на свиноматок пустить я долго не затягивал с этим и уже через там на четвертый месяц наверно мы отключили да где-то на четвертый месяц мы уже перестали добавлять в пищу бмвд и они у нас жили на зерне просто на сухом на сухой дырти за четыре месяца до опороса они пришли нормальное состояние то есть у них не было гипер роста этого они не набрали лишний вес который нужен для при допустим содержание их на на забой на мясо ну и соответственно теперь после того как они у нас стали супоростными нам надо подкинуть инвитаминов проще всего это сделать ну вот один из способов скажем так сделать чем я хотел поделиться с вами кормовой концентрат добавка такая есть значит ну я не рекламирую не эту фирму ничего поехал в эту аптеку пообщался там по без поспрашивал ну мне порекомендовали я хотел бмвд честно говоря взять то есть ему же работали знаю но сказали нежелательно бмвд есть хотя есть бмвд для супоростных там это ну в принципе наверно можно было бы ну в той аптеке где я был такого не было было бмвд на откорм был гровер там ничего другого не было но мне порекомендовали попробовать взять вот такую вот как я уже говорил кормовой концентрат значит кормовой концентрат давайте мы прочтем просто вкратце чтобы поняли для чего его используют как он работает значит зависимости от рациона рекомендовано оно это увеличение нормы значит что он делает ну его можно использовать как при супоростности так и в обычное разведение значит повышает круглосуточный прирост повышает молокоотдачу дойного стада то есть при лактации будет лучше поросята выкармливаться улучшает конверсию корма то есть лучше корм перерабатывается стимулирует активность органов пищеварения очень хорошо нормализует кишечный микрофороз защищает от воздействия токсинов укрепляет иммунитет усиляет продуктивные функции маточного поголовья устраняет явление температурного стресса общего стада улучшает вкусовые качественные смысл ну соответственно изначально она идет как добавка которая улучшает все все как бы нужные нам параметры улучшает мало того в состав входят и аминокислоты резинметианин цистин трионаргин аспориновая кислота но это все и так понимаю нужно для лучшего усваивания пищи микроэлементы идут вот самое главное для супоросных для развития плод плода это там кальций фосфор это для костей ну и соответственно железо цинк марганец медь все что нам надо йод селен тут я не знаю кобальт я честно говорю я не супер там специалист в этом всем я понимаю что весь этот ряд они никак не возьмут из дробленого ячменя или пшеницы соответственно это все будет очень хорошо добавка очень хорошая для так скажем для рациона потому что ну скажу откровенно нет возможности там какие-то делать им развлекаться там я не знаю как добавлять там мешать кукурузу не всегда есть возможность использовать несколько видов зерновых там все как в жизни как все как обычно хочется одного а получаем то это так сказать мая муша мая получаем то что есть значит что еще я хотел бы сказать вот даже при в рационе монозерновой рациона обедненные грубые кармарика просто двукратное увеличение нормы введения концентрата и это с тем самым мы будем насыщать наш рацион наших животных именно всеми витаминами я уже говорил макро микроэлементами то есть у свинок будет хорошо развиваться плод расти пока еще месяц они супоросные у меня ходят плод еще там вот тот час начнется только кстати сейчас начнется развитие у них там сейчас размер плода там в граммах исчисляется буквально там 10 грамм там я точно не помню ну факт том что они еще очень маленький что я хочу сказать по упаковочке все в принципе описано не надо там упариваться на ней даже есть вот свиноматки первого периода супоросности рацион там 20-30 грамм все это можно давать либо одноразово в день если вы кормите раз где значит раз в день это выспал два раза можно разделить на две выдачи ну то есть два раза кормить либо не имеет значения в принципе за раз можно все скормить эффект будет ну в принципе тот же что тут у нас свиноматкам тут есть по рациону видно по количеству там допустим матка первого периода супоросности второго периода чуть больше кормящая свиноматкам то есть в период лактации можно хряков кормить тоже это немаловажно чтобы получить нормальное потомство хряк должен жрать как бы нормально кушать опять же подсосных поросят можно добавлять и погнали на отлучение свиньи надращивание то есть это добавка она в принципе в любое в любое время она даст свой эффект положительный соответственно и цена цена допустим вот этой вот пачки полтора килограммовая составляла там 60 гривен но это переводе на доллары цель что там 2 доллара 2 с половиной это очень немного в принципе если вот сейчас у нас жара такая стоит невозможно допустим урожая нового еще нет старый уже закончился достаточно сложно найти нормальные зерновых допустим ячменя того же найти сейчас проблема есть но дорого я так себе решил подумал что чем мы будем гнаться там за каким-то прелым ячменем или кукурузой лучше мы возьмем и комплексно под добавим комплексно витаминами и аминокислотами насытим рацион именно используя такую дрянь соответственно тут на упаковке все описано вплоть до того что приблизительная вместимость этого самого препарата допустим в стакане граненом 150 грамм идет с того ложка 10 даже по использованию проблем нет не надо будет ни весов ничего взяли ложку столовую до мешали и погнали значит что я хочу сказать а давай откроем аккуратно стройку да вот так вот это возьми как мороженое теме на расстроить было не спеши бы сейчас будет по всему двору это время тут гранулы как бы я так на ощупь да такие есть единственное при применении нельзя термическую обработку то есть варить не надо вот такая у нас вот такая вот концентрат да пахнет какой-то мукой по моему запах костной муки даже что-то такое намешано не так как стали добавки пахли бмвд по-другому пахнет вот в общем смотрите ребят я просто делаю видео делюсь с вами как бы информации в плане чего в случае если нет возможности создать составит рацион из там как положено с трех злаков там с использованием аминокислот витаминов вполне возможно концентрата купили добавляем и все будет у нас на высшем уровне все это вы сможете увидеть результат его увидеть в процессе роста свинок давайте сейчас еще буквально секунду посмотрим на наших свинок что они себя представляют ну и будем заканчиваться ну ладно пускай значит смотрите а тоже пока стреляли пара сях они сейчас все значит вот посмотрите свиноматка свиноматка уже где-то вес у нее килограмм за 120 на она пошел перевалил за время за время как как скажем ли хотел рассказать не беременности как за время супа рослости свиноматка добавит 200 килограмм 30 как минимум так и происходит на она месяц прошел уже возну они набрали вес нормально я думаю если сравнить с предыдущими видео будет видно да не ломай мне мотоцикл ты добавки мы будем уже сейчас мы активно уже даем в принципе будем продолжать до и подсосный потом период когда будет ну короче эффект в принципе есть сразу заметно свинки и кушают лучше но не у меня всегда кушают хорошо потому что я не перекармливаю их в плане того что нету у них такого так на разогнать из драка будет нету такого чтобы они дам дверью бросались а все по норме получают соответственно всегда чувствуют чувства у них нету переедания соответственно они это хорошо кстати для роста и для экономии кормов это у них прогулка вечерняя по большому счету ну говорят там не надо не обязательно это делать так часто но есть возможность пока пока у нас нету там не снега мороза почему бы их не повыгуливать раз в день я им делаю такой эмоцион они дам в течение часа гуляют скажем так для нормального для нормального получения потомство надо чтоб свинья и физическая форма у нее была нормальная она не было не ожиревая не было и не исхудавшая ну так с виду понятно что они худаешь не исхудавшая и тоже не не ожиревшая соответственно все у нее хорошо значит повторюсь а еще один момент опять же шиза весна весна лето начало лета особого разнообразия в кормах сейчас нету трава то хорошо но она всего лишь трава нам надо чтобы там было все и кальций был фосфор соответственно добавка решит вопрос очень вовремя при этом мы будем мы даем сейчас в двойную норму из-за того что кормим допустим но сейчас одно зерно осталось одно зерновое осталось а пшеница на родина пшеницы и нельзя как бы кормить свиньям свиница не очень идет ну делать нечего поверьте на одной пшеницы с добавкой все отлично растет и проблем никаких нету в росте вот только меня она утомила раскапывать здесь все на свете давай-ка иди-ка ты нация на уголь еще там где-то была куча раньше угля все время достает значит подписывайтесь на канал смотрите дальше видео ожидаем уже в скором времени будем ожидаем при плода что там у нас выродится с этого всего использование добавок в принципе очень неплохо сказывается неплохо сказывается на них они растут и хорошо развиваются чувствует себя просто отлично подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комик всего доброго